Керавник администрации президента Республики Беларусь Ихар Сергеенко сегодня с рабочим визитом наведал Мазырский район. В программе ознаймление с экономичным и культурным потенциалом региона, с встречи с прационными коллективами и выхованцами Мазырского детского дома. А так само открытие после масштабной реконструкции будинка драматичного театра имя Ивана Мележа. Усе под обязанностью в материале Дмитрия Котова. Решение о проведении реконструкции театра было принято в 2010 году в рамках державной программы социально-экономичного развития и комплексного использования ресурсов Припятского полесня. Работы велися поступово, однако простые годы в будинку театра отбился пожар. Трупа была вымушена проводить репетиции и показывать спектакли на арендуемых пляцовках. С гастролями приезжали Ивгомель. И вот праздновали долгий час вертания до дому. Театр после карпатливой працы будовников не познать. Две новые залы на 125 и 500 человек. Новое техничное обсталивание. Усе для комфорта глядашов и актеров. До речи на дальнейшее узмацнение материально-техничной базы будут накерованы подарунки от высоких гостей. Старшиня Аббалвыконкама Геннадь Соловей урушил директору установы сертификат на 50 тысяч рублев. Керовник администрации президента Игорь Сергеенко на 100 тысяч. Для нас, мазырян и не только мазырян всего Полесского региона, театр – это душа и свет нашей культуры. Мы благодарны, мы гордимся тем, что в городе Мозыре есть профессиональный, я подчеркну, именно профессиональный драматический театр. Сегодня мы вошли в свой дом обновленный. Есть новые технологические возможности, есть прекрасная сцена, есть звук, есть свет, но для нас это большая возможность дарить для наших зрителей, для наших мазырян, для наших гостей свой талант, свои умения и свой творческий подход. Далее разговор о вытворчестве и экспортном потенциале. Предприемство «Мазырсоль» – наступное в программе визиту керевника администрации президента. «Мазырсоль» сегодня лидер по вытворчести соли класса «Экстра» во Усходной Европе. Что год тут вырабляется больше за 515 тысяч тонн продукции. Это стало махчимым после завершения проекта по модернизации в 2016 году. Предприемство дарит ше экспорта ориентованное. Знешние рынки займают около 85% в огульном объеме. География экспорта наличивает 17 краин. Вытворчие могутности полностью загружены. И на вот все лето, в довольно непростых экономичных умовах, «Мазырсоль» не сбавляла оборотов. Наша продукция пользуется спросом благодаря своему качеству и имиджу предприятия, потому что мы способны удовлетворить самые строгие требования наших потребителей. Среди наших партнеров потребители – это крупные транснациональные компании, такие как «Несле», «Проктер» и «Гэмбл», все мясоперерабатывающие заводы Белоруссии и самые крупные в Российской Федерации и Украине. Поэтому мы себя смело можем называть лидером на рынке. После знакомства с экономичным потенциалом предприемства Игорь Сергеенко сустрелся с рабочим коллективом. Диалог отримался корыстным и информативным для обо двух боков. Большое внимание уделяется социальной поддержке работающим. Достойная заработная плата. И в целом люди работают, не покладая рук, оптимистично, задают житейские вопросы, приятно общаться. Стоялся интересный такой разговор и с руководством профсоюзной организации, и в целом с коллективом. Я думаю, что в таких предприятиях, как «Мозырь-Соль», есть будущее, и в таких коллективах держится экономика нашей страны. Финальная кропка в маршруте – Мозырский детячий дом, який заявляется уникальным для краины. Это первая подобная установа так званого «кватерного» типу. Для детей створены умовы для усебакового развития. Яны с задовольнением проводят час у творчей студии, библиотекции и кухни, где учатся готовать. Гости приехали с подарунками. Сертификаты для измазнения материально-технической базы детячему дому передали Геннадь Соловей и Игорь Сергеенко. Кировник администрации президента отзнашил, что застался вельми задоволенный своей рабочей поездкой. По его мерковании на Мозыршине живут соправданные патриоты. Что мне понравилось больше всего, то, что с какой любовью, где бы вы ни были, люди говорят о своем городе, о своем крае, о том, что делается и руками самих коллективов, и непосредственно, что делается районно-исполнительной властью. Вот это, наверное, больше всего понравилось. Люди оптимисты, живут полноценной, нормальной жизнью, верят в будущее нашей страны. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Мозырский район.